Виноват во всем баран. Дело было в Грузии. Животное начало бодаться. Маленькая Лена испугалась. Считает, что именно это и спровоцировало развитие болезни. Уже полвека она живет с диагнозом сахарный диабет. И началась совершенно другая жизнь. Особенно, как-то парадоксально, не для меня, а для моих родителей. То есть это ежедневные колы, кипячение шприцов, доставание их, потому что не было, как сейчас. Пошел в аптеку, купил. Жаркий климат Грузии сменили на умеренный. Переехали в Подмосковье. И началась обычная жизнь. Домашние дела, школа, встречи с друзьями. О диагнозе мало кто знал. Елена ничем не отличалась от сверстников. А все потому, что строго соблюдала назначение врача и вовремя проходила медосмотры. Я никогда не скажу, что я больна диабетом. Я не скажу, что я страдаю. Я просто скажу, у меня диабет. И я, даже еще будучи с какими-то шприцами, мы все равно куда-то ездили, к дедушке, к бабушке. И, конечно, все это было неудобно. А когда появились вот эти шприц-ручки, о, держите меня. Я стала ездить не только по нашей стране, но и по Европе. На лицевой стороне триумф человека и медицины. Наоборот, наиза 50 мужественных лет с диабетом. В 70-м году диабетический центр Джослина учредил медаль. Ею награждались те, кто более полувека живет с этим диагнозом. Потом аналогичную награду решили учредить и в России. Елена оказалась в числе тех, кому ее вручили. Когда мне позвонили и сказали, вот 11 ноября вам нужно создать презентацию, вам нужно выступить. У меня, честно говоря, такая голова стала. Как? Что? Первые эмоции стихли. Началась работа. Увлечение отца помогло. Фотографий было много. О том, что с диабетом можно полноценно жить, Елена уверенно рассказала в Музее Победы на Поклонной горе. И все это не ради личных амбиций, а чтобы на своем примере доказать – диабет не приговор. Василиса Ивашкина, Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.